Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Русский язык как Евангелие». Я очень скучал без вас, это честно, и с нетерпением ждал ваши ответы на тот вопрос, давайте вспомним, который прозвучал в нашей предыдущей передаче. Помните, я тогда попросил вас ответить, что вам слышится, как вы думаете, каково происхождение русского слова «поцелуй». Вы знаете, я не буду сегодня зачитывать ваши ответы. А ответы ваши я не буду зачитывать по той простой причине, что они меня несколько обескуражили. Да, поясню сейчас свою мысль. Дело в том, что вы, ну, все как один, хотя разные люди разного возраста, разного рода занятия происходят, вы все как один, словно договорившись, взялись мне объяснять, что такое поцелуй. Замечательно. Я подумал и выяснил причину этого. Наверняка я уж такой седобородый, да, как говорят на Востоке, аксакал, что в переводе седая борода, там, с седыми прядями, и вы наверняка, глядя на меня, решили, что, конечно, этот патриарх уже давным-давно позабыл, что такое поцелуй. Хорошо, хоть слово помни, да? И взялись мне объяснить, что такое поцелуй. Нет, я помню. Я, может быть, слабо, но помню. Я на самом деле, мои хорошие, просил вас не об этом. Я вас просил подсказать мне тот самый русский слух, о котором мы говорим почти в каждой нашей передаче, что вам слышится о слове поцелуй. А ведь это исконно русское слово. И давайте теперь вспомним. Так как это слово исконно русское, в нем обязательно живет Евангелие. Живет. И на сей раз мы об этом сейчас скажем. Дело в том, что, когда ознакомишься с Евангелием, и тут хочу сказать еще два слова. Вот до этого я сказал вещи, чтобы вас повеселить, а сейчас я скажу, возможно, печальные вещи. Знакомясь с вашими ответами, я почему-то подумал о том, что мы все еще плохо знакомы с этой замечательной книгой. Я ее сегодня прихватил в студию с собой. Помните, в одной из передач я вам рассказывал о том, как в 1976 году мой московский брат Алексей подарил мне, я был студентом последнего курса института, он мне сделал царский подарок и подарил Евангелие. Вот оно сегодня лежит на столе, мы сегодня будем к нему прибегать, к его помощи. Оно действительно 76-го года издания. Представляете, ему 33 года. И все-таки давайте признаемся, положа руку на Се, что мы еще очень плохо знакомы с Евангелем. А это самая главная книга, которая может быть и должна быть в нашей жизни. Так вот, когда мы раскрываем с вами Святое Евангелие, там есть одно из посланий святого апостола Павла, где он говорит интересные слова. Я когда-то прочел и недоумевал. Он говорит, целуйте друг друга святым целованием. Вот здорово. Значит, раз есть святое целование, то есть иное целование. О чем тогда идет речь? А ведь он прав. Абсолютно прав. Вспомним эту традицию замечательную. Если вы бываете в церкви, хорошо, если вы прихожанин, а не захожанин. Разницу чувствуете между словами какого-то храма? И когда люди, члены одной общины, они когда приходят, семьи, христианской семьи, когда приходят в приход на праздники, на вечерние или утренние службы, на обедние, они встречаются друг с другом кратковременно, это мимолетно очень, трижды целуются, дарят друг другу вот это прикосновение. Это вот то самое святое целование, о котором когда-то две тысячи лет назад нам поведал святой апостол Павел. Я сейчас поведаю вам свои мысли на этот счет. Вот интересно, вы согласитесь со мной или нет? Дело в том, что в том же священном писании мы находим эти слова о том, что враг, ну, имеется в виду враг рода человеческого, враг всегда разделяет, а Господь соединяет. И вот когда мы, православные люди, при встрече друг с другом мимолетно обмениваемся вот этим прикосновением, вы никогда не задумывались, что в эти краткие летучие мгновения мы становимся единым целым? Да. И как бы это, может быть, наверняка это происходит подспудно, но от этого значимость этого не уменьшается. Мы как бы говорим ему, что ты нас извечно разделяешь, ты сеешь между нами зависть, раздор и злобу, а вот мы на зло тебе, пусть на летучие, на одно мгновение, совсем мимолетное, но мы вот сейчас мы соединились, мы стали вот целым в этом поцелуе. И наверняка это вот то самое святое целование, о котором поведал святой апостол. Вообще, если слушать это замечательно русское слово, нельзя не услышать еще другое. Ведь Господь стремится всегда видеть, Он ждет от нас чего? Чаи, да? Видеть нас в целостности вообще нашей, удивительной неразделимости нашего существа. Вот эта целостность человека и поцелуи – это действительно стремление человека к некой духовной целостности. Потому что ничего нет страшнее распада человеческой личности. И чем дальше мы живем, тем больше мы становимся с вами свидетелем вот этих печальных вещей. А теперь давайте поговорим о несвятых целованиях, если апостол говорит о том, чтобы мы дарили друг другу святые целования. Речь пойдет о свадьбе. Мы, помните, в прошлую нашу встречу говорили о свадьбах, и мы сейчас плавно продолжим этот разговор. С некоторых пор я перестал ходить на свадьбы. Да. Только не подумайте, что причина заключается в том, что меня опасаются пригласить, потому что, ну, надо дать Аксакалу слово, предоставить тост. Я возьму слово и часа там, ну, полтора в легкую буду рассказывать о русском языке. Нет, я думаю, что дело не в этом. На самом деле я каждый раз, вот оговорюсь, да, вот не хочется быть ханжой, видит Бог, что очень грешный человек, но честное слово, то ли мое воспитание этому виной, то ли уже возраст, хотя началось это давно, я не могу видеть вот эти долгоиграющие, прости за грубое слово, а как это еще назвать, вот эти поцелуи в засос вот жениха и невесты. Я не знаю, неужели вас это не оскорбляет? Давайте честно признаемся. Вот сидят родители, пожилые родственники, бабушки, дедушки, приехавшие из далеки. И вот эта молодая пара, которая вот сейчас начинается, помните, мы говорили в прошлый раз, вот только-только из кирпичиков складывается, закладывается фундамент вот этой малой церкви, этой удивительной святыни. И вот два человека на глазах у всех, у своих родителей, близких, родственников, пожилых людей, вот это начинается вот это в засос солования, да еще под некое улюлюканье, и вот этот счет, да, в этом обязательно присутствует вот этот счет. Там раз, два, начинается громко, там 17, там 27, там 35, там 54. Вы знаете, с годами понимаешь, что в жизни нашей все пронизано смыслом. И просто задача твоя заключается в какой-то момент своей жизни понять, а что за этим стоит. Я много над этим думал, правда. Что это за счет такой? И почему у кого-то это только 7, а у кого-то 35? Вот я не знаю, вы согласитесь со мной или нет. Кстати, если не согласны, или даже пишите, пишите, мне очень интересно, мне же очень важно. Это ведь беседа, это не лекция классическая. Мне очень хотелось бы, чтобы между нами вот был такой живой дух дискуссии, беседы живой, живого общения. Глубоко убежден, что вот этот счет, это есть некая шкала. Конечно, это шкала. Вот где-то она остановилась на цифре 7, а где-то скакнула аж, да, там 35. А что это за шкала, я сейчас скажу. Это шкала бесстыдства. Да, это шкала бесстыдства, потому что у кого-то хватило вот там при папе, при маме, бабушка, дедушка, тут дяди, тети, родные все. Вот, да, ну вот до 12, да, ну уже потом неловко. А кто-то забыл вообще про всех. И иногда так смотришь, они напоминают людей. Можно подумать, что вот сейчас, когда они перестанут целоваться, парню вручат повестку, и он отправится на кровопролитный страшный фронт, куда-то на Дальний Восток. Все, они больше друг друга, возможно, не увидят. Хочу вам честно сказать, даже бы если жениху светила такая перспектива, наверняка не надо было бы, наверное, так себя вести. Вы знаете, о чем, по сути, речь? Поцелуй – это очень интимное проявление человеческих чувств, согласитесь. А как можно свои интимные чувства так демонстративно проявлять? Меня всегда коробило, и по сей день коробит, вот эта американская улыбка общенациональная, вот эта чиз, вот этот сыр. В свое время у профессора Осипова Алексеевича я встретил точное определение вот этой американской улыбки общенациональной. Да какая это улыбка? Это оскал. Он написал, что это гримаса улыбки. Вы услышали, как здорово? Гримаса улыбки. Конечно, конечно. Я говорил вам уже, что я много лет работал с иностранными студентами. Они иногда упрекали нас, они мне говорили, что вот ваши люди часто ходят какие-то очень серьезные, а то и хмурые. Я отвечаю на это следующим образом. Вот как по мне, так если это угрюмость или, возможно, такое выражение лица серьезное связано с каким-то состоянием души, по крайней мере, это искренне. Но если уж русский человек смеется, если уж веселиться, так это слышно вот и на соседней улице, гулять так гулять. Если уже тебе весело-то, а вот специально улыбаться, да еще делать это демонстративно, понимаешь, вообще демонстрация своих чувств, это все-таки вещь ущербная, как мне кажется. Несколько лет назад я посмотрел документальный фильм, который называется «9.11». Снял его итальянский замечательный кинорежиссер и публицист Джулиетто Пьезе. Он посвящен вот этим страшным событиям в Соединенных Штатах 11 сентября. Самое поразительное, что жуткое впечатление произвели не эти кадры рушащих башен вот этого торговного международного центра. Там есть один эпизод в кадре мужчина, взрослый, сын которого погиб во время этой трагедии в одной из этих башен. И вот отец его переживает, конечно, для него это скорбь, потеря любимого сына, и он рассказывает об этом на камеру, как вот сейчас я рассказываю на телевизионную камеру. Он говорит, глаза его печальны, потому что он говорит о трагедии, о гибели своего сына единственного. Но губы его, я позвал даже жену, говорю, Валь, посмотри, у него губы по инерции, представляете, это же мимические, вот эти мышцы, они уже привыкают, это как инстинкт вообще становится. Губы его несколько растянуты, это такое страшное несоответствие вот этих положений этих губ с выражением этих глаз, как страшно, вот это, да, публично, раз публично, рот вот этих должен быть обязательно натянут. Так вот мы, неужели мы не напоминаем, когда вот так демонстрируем свои чувства, вот эту печальную традицию, но, может быть, все-таки отдумаемся и начнем немножко по-другому. Повторяю, свадьба – это очень важное событие в жизни молодых людей. Это закладывается основа будущей семьи, той самой малой церкви. И поэтому слова, которые звучат, жесты, они все должны быть наполнены святостью и чистотой. Таким образом нельзя не слышать в слове «поцелуй» какого-то божественного призыва к целостности человека. Да. И давайте помнить об этом. Переходя к теме нашего сегодняшнего разговора, я хотел бы сказать несколько слов о том, что, пожалуй, самое извалявшееся в грязи слово на сегодняшний день. Страшно вообще об этом говорить. Но если сегодня мы припомним, какое слово больше всего у нас в ходу, и каждый вкладывает в него то, что он хотел бы вложить, и уровень его сегодня понижен до нельзя. Вы знаете, наверняка вы догадались. Я уже вижу, как вы сидите перед экраном телевизоров и, может быть, сокрушенно произносите. Да, как ни парадоксально, но это слово «любовь». Ни одно, ни одно слово, я повторяю, сегодня не разрушено так, как это слово. А ведь если мы с вами, давайте мысленно откроем четвертое по счету Евангелие от Иоанна. «Никогда ни одна религия в мире не говорила того, что сказано о Боге устами святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова». Только вслушаемся. Давайте вслушаемся, как будто мы слышим это все первый раз. Возможно, даже те, кто уже не раз и не два это читали. Он пишет, он говорит нам, он взывает к нам, Бог есть любовь и только любовь. И ничто, кроме любви и пребывающей в любви, пребывает в Боге. Вы видите, что получается? Невольно задумываешь, что ты можешь прочитать тоннами богословские книги, придерживаться постов, ходить в церковь и так далее. Но если нет в тебе любви, то получается все тщетно. Собственно, я хотел бы прочитать вам слова другого апостола, святого апостола Павла, потому как слова, сказанные им о любви, на мой взгляд, пронзительны, и никто никогда этих слов не говорил. Это глава 13 из первого послания к Коринфянам. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, то нет в том никакой пользы». Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует. Любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Вот такие замечательные слова. Сколько бы раз я их не слышал, я не могу их произносить без волнения. А что мы сегодня с вами слышим о любви? И вообще, скажите, пожалуйста, часто ли вы встречались с тем, чтобы молодым людям, которые собираются создать семью, чтобы этих людей, молодоженов, знакомили вот с этими словами святого апостола Павла и просили бы их об этом подумать? Увы и ах, я не встречал. О чем речь? Я, простите, не могу слышать, ну просто не могу слышать вот этого выражения, которое сегодня бытует, а ведь оно бытует, давайте честно скажем, положи руку на сердце, в молодежной, кстати, и не только в молодежной среде. Есть такое выражение, вот, видит Бог, мне его произносить как-то даже неловко. Вы догадались, о чем я говорю? Да, да. Это вот выражение, которое стало таким обыденным, вроде бы, ну а что тут такого, да? Вот это выражение, это заниматься любовью, да. Займемся, даже есть фильм художественный, фильм, кстати, неплохой, на самом деле. Он называется «Займемся любовью». Ну, если говорить честно, а честно в русском языке это свято, то на самом деле это откровенная скотобаза, как я это называю, потому что, давайте вдумаемся в смысл. Известный литературный герой Казьма Прутков, да, призывал нас «Зри в корень». Давайте посмотрим в корень. О чем, собственно, речь? Часто бываю в молодежных аудиториях, я не призываю их там, никогда не говорите это. Просто надо людям, как я сейчас вам постараюсь, чтобы вы тоже, в свою очередь, это передали другим, объяснить всю нелепость этого выражения. Вы знаете, это выражение, помимо того, что оно грязное и пошлое, оно прежде нелепое. В чем его нелепость? Давайте с вами порассуждаем. Сообща. Что есть любовь? Правильно. Правильно. Любовь – это чувство. Такое же, как негодование, возмущение, изумление, уныние. Если можно заниматься любовью, если продолжить этот ряд, значит, также закономерная фраза «заниматься негодованием», «заниматься недоумением», «заниматься удивлением». Вы можете себе представить вот такой диалог между парнем и девушкой? Давай вечером встретимся и займемся недоумением. А потом, там, минут 20 займемся удивлением, и уже на прощание займемся негодованием. Вот вы наверняка сейчас смеетесь, как смеются многие, кому это рассказывают. Мои хорошие, но если это можно заниматься любовью, значит, можно заниматься недоумением. Вы понимаете, что в самой основе этой фразы лежит какая-то роковая ошибка? Нельзя чувствами заниматься. Чувствами можно быть возвышаемым, чувствами можно быть охваченным, чувствами даже можно быть подавленным. Заниматься можно на велотренажере. Вот о чем речь. И Христа ради не произносите никогда эту фразу. Во-первых, потому что это святотатство, это имя самого Бога. Во-вторых, это просто безумие заниматься чувствами. Но вы мне можете задать вопрос, а про это? Я вам хочу сказать, вот на столе лежит священное писание, удивительная книга, которая далека от ханжистского. Тут очень часто встречается про это. Но как? Вот вопрос искусства всегда. Как? А знаете, как об этом здесь написано? Откройте как-нибудь и почитайте. Когда про это здесь написано? Познал жену. Вы услышали? Познал жену. Познал. А что такое познал? А познал – это удивительное действие, которое… Или процесс, как угодно. Которое лежит на стыке науки и искусства. Вообще познание бесконечно. Вы согласны? Как бесконечно сама любовь. Вот когда познал жену – это вектор, устремленный в вечность. А когда заниматься – это, ну, до 20-30. Давайте с вами, мои хорошие, мои дорогие, все-таки понемножку, потихонечку, с Божьей помощью научимся слышать наш великий, наш святой язык. Слава Богу, что, по слову святого апостола, никогда не перестает любовь, в отличие от нашей передачи, которая приближается к концу. И слова последние, которые хотелось бы произнести сегодня. Это о том, что нам с вами, сегодняшним немощным людям, чего-то очень важного не достает для познания глубины понятия любви. И тогда невольно задумываясь о том, что, наверное, мы еще очень плохо знакомы с самим словом. И поэтому понятие, стоящее за ним, от нас несколько затенено. А потому мы продолжим в нашей следующей беседе дальнейшее ознакомление, и мы произнесем с вами главную тайну, которая заключена в этом замечательном слове русском – любовь. Вот и эта наша с вами встреча, посвященная продолжению вот этой замечательной, на мой взгляд, теме «Русский язык о семье, как малые церкви» незаметно подходит к концу. И я хочу дать вам очередное домашнее задание. Я прошу вас порадовать нас. Мы так ждем ваши ответы. Только не спешите писать их. Прежде немножко задумайтесь, чего мы от вас ждем. А ждем не просто объяснения того или иного слова, а ждем, чтобы вы нам написали, что вам слышится в этом слове. Чтобы у вас от передачи к передаче оттачивался, оттачивался вот этот русский слух. И словом этим станет слово «радость». Да, я посылаю вам сегодня вот эту радость в надежде, что получу от вас радость ответную. Прошу вас внимательно, прежде нежели написать нам ответ, подумать об этом слове. Слово удивительное, глубокое, сокровенное. Что вам слышится в слове «радость»? Итак, будем ждать ваши ответы и будем ждать следующей передачи с тайной радостью. Субтитры создавал DimaTorzok